Девушки отдыхают Иван Чегур появляется и готов зайти в клетку. Что можно сказать про данного молодого бойца? Ему 25 лет. Представляет бойцовский клуб Александр Невский. Он из Старого Оскола. Хорошо знакомый всем город Российской Федерации. Знакомый тем, кто увлекается ММА. Знает, что именно там зачастую проходит подготовку. И именно сейчас проходил подготовку к своему бою Вадим Немков. Команда Федор Тим, да и сам Федор Емельяненко также там присутствует и присутствовал. Добро пожаловать в красный угол, боец из Таджикистана! Манучехер Давлатов! И стоит отметить еще, что Иван Чегур, который уже сейчас в клетке, дебютирует на профессиональной арене именно сегодня. Не просто ему придется, потому что против него выходит вот этот парень Манучехер Давлатов, представитель Таджикистана. Напряженный фейс-то-фейс был у этих ребят. Если захотите, посмотрите. Может быть, интересную такую для себя ретроспективу проведете. 25 лет этому парню живет в Москве. Много спарринг-партнеров, поэтому и выбрал Мегаполис, это он сам признавался. Ну а вот про бой сразу скажу и отмечу, процитирую его. Он говорит, все думают, что у меня только одна борьба, но хочу всем показать свою стойку. Очень интересно, как он себя проявит. На данный момент профессиональный рэкорд у него 4 победы, ни одного поражения. Но единственный для него неприятный момент, то, что главный тренер, его сейчас не рядом с ним, а на сборах в Индии. Не сможет он присутствовать сегодня, но я думаю, ценные поставления, конечно же, дал. Вес в синем углу. Ему 25 лет. Рост 175 сантиметров, вес 65,6 килограмма. Это профессиональный дебют фарсмена. Он представляет клуб Александр Невский из Старого Оскола России. Приветствуйте! Иван Чекур! А вот и его замерник в красном углу октагона. Ему 25 лет. Рост 175 сантиметров, вес 66 килограммов ровно. Профессиональный рекорд. 4 победы. Ни одного поражения. 3 победы одержаны досрочно. Из Тушан-Пе, Таджикистан. До серии непобереженный. Ману Шехар. Дама Лота. Рыгреби и янгалия Купи. Но мы слышим с вами, какая уже напряженная обстановка у нас в зале. И погнали. Рубку в стойке нам организаторы прогнозировали. Вполне возможно. Посмотрим, как будет. Интересно. Активно начали болеть за Ивана Чегура. Мастера спорта по ММА. Его первый профессиональный поединок против достаточно интересного и жесткого оппонента. Полулегкая весовая категория. Старается работать с первым номером Чегур. Хайкик. Подавливает, подавливает соперника. Сейчас Лоу выбрасывал, но мимо. Отвечает Довлатов. Хайкик мимо цели. И проход в ноги. Очень хорошо Чегур действует. Классная защита в исполнении Ивана. Проваливает здесь его Довлатов. Пока очень грамотные действия в исполнении обоих бойцов. Действия и контрдействия мы видим сразу. Пытает заправить ноги Довлатов. Для того, чтобы подсечь соперника. Контролирует его Иван. Не дает подобраться как следует за спиной к своему оппоненту Чегур. Левую руку также контролирует. Но все-таки свою массу доносит до нужной цели Довлатов. И так вот, знаешь, аккуратненько уложил. Укладывает на настил. И вот сейчас нужно, конечно, начинать работать активно. Довлатову. Или же Чегуру, который поднимается. Правой рукой поддел ногу и вернул его на исходную. Заваливает, стаскивает на настил. Пытается стащить Довлатов Чегура. Заправляет левую ногу. Вцепился буквально сейчас Довлатов. Бэкмаунт. В похожем эпизоде оказываются бойцы, как и минуты ранее. Вообще про Довлатова говорили, что обученный он максимально боец. Может и бить, и бороться. В общем, действует по ситуации. Но мы сейчас видим, конечно, четкое стремление побороться. И буквально измотать своей массой Чегура. Но что пока нравится в исполнении Ивана, что очень хладнокровно действует. Принимает любой вызов, который в его адрес. Вот сейчас взял ногу. И смотрите, как перевернул ситуацию. Да, здорово действует Иван. Пытается зайти в полный маунт. Не дает ему это сделать Довлатов. Нужно побить своего оппонента. И этим и хочет заниматься Чегур. И вот сейчас мы слышим, конечно же, болельщиков. Я думаю, что это уже близко к двум с половиной тысячам, которые заполнили НТС Лайф-арену. Да, визуально трибуны, конечно, полные. И это отрадно наблюдать за этим. Когда столько народу приходит поддержать своих бойцов. Да и не только своих. Пытается скрутить пятку. Пробует сейчас выйти на это. Но Иван Чегур все это видит. Вопрос в том, готов ли он сейчас противодействовать этому в полной мере. Ну и сейчас обоюдная такая работа. Знаете, каждый пытается провернуть свою историю. И ловится Иван Чегур. Неловкое движение на данной фазе допускает. И сейчас... Оооо! Ооо, это жутко! Это будет... Терпит, терпит, терпит Иван. И сейчас можно просто на самом деле... Терпит просто жесточайшую боль. Сейчас можно на самом деле потерять ногу в этой ситуации. И порвать связки. И посмотрите, Руслан, посмотри, как дотерпел Иван. Это просто какой-то, ну извините меня, киборг. Со связками это, вы знаете, это просто такая жуткая история может произойти. Но Иван просто перетерпел. Да, вот это опаснейший эпизод сейчас. Но ведь ситуация остается опасной и продолжает... Продолжает давить Довлатов. Смотрите. Освободился. Освободился Чегур, но нельзя оставлять руку и тем более ногу. Накидывает сейчас Довлатов удары. Со спины теперь будет забирать шею. Нет. Пришлось отдать спину. И сейчас нужно развернуться, оказаться в гарде. А Чегуру не дает ему это сделать. Довлатов. Удивительные дела, конечно, творятся у нас в первом раунде, друзья. Он пролетел на одном дыхании. Вау! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Одна страна, одна гордость ММА. Официальный партнер Лиги ОПЕН-ФСИ. Легальная российская букмекерская компания «Леон». Регистрируйся в мобильном приложении и получай фрибет до 25 тысяч рублей. Шишкин лес. Моя вода. Партнер Лиги ОПЕН-ФСИ группа компании «Акрон Холдинг». Группа компании «Акрон Холдинг». Сохраняя настоящее, создавать будущее. Да, друзья, мы с вами посмотрели, ну, близко к искрометному первый раунд. Сейчас я, честно, очень внимательно смотрел на угол Ивана Чигура. Стоит нормально, передвигается нормально, а значит, длинностоп не поврежден. Супер начало основного карда. Отличный поединок мы наблюдаем. Очень конкурентный второй раунд. Да, и отмечали мы с тобой, что очень грамотно действовал в обороне Иван Чигур. Но вот в этой финальной фазе, буквально полторы минуты, замучил Довлатов и был близок к болевому. Не получилось. Пропускает справа. Классный прямой и сразу идет в борьбу Довлатов. Очень умно действует Довлатов, проигрывая в стойке, сразу же интуитивно ощущая это, переводит соперника в парку. Накидывает удар Иван, но здесь нужно будет Чехру Довлатову, конечно, пройти оборону. Здесь удобно. Больше, конечно же, Ивана он находится спиной. К сетке пытается встать. Здесь нужно быть внимательным. Отдает спину Иван. И опять опасная ситуация для Чигура. Теперь уже со спины он рискует отдать. Ты знаешь, конечно, пока еще рано об этом говорить. И тем более победителей, как известно, не судят. Но Манучерхер говорил о том, что будет биться в стойке. Но пока мы видим в его исполнении именно его сильную сторону. Борьба. Да, рубки прогнозируемой пока что не произошло. Пока мы наблюдаем очень вязкую борьбу. И доминирование в этом аспекте Довлатова. Чигур, конечно, хорош. Он защищается. Он терпит, где нужно терпеть. Вот здесь опасно. Опять терпел. Но сейчас крайне опасная ситуация для Ивана Чигура. Потому что опять мы не видим с этого ракурса. Но нет. Не заправлена рука под подбородок. Пока что в безопасности Иван. Но мы видим, как замкнуты ноги в замке. Действительно, и сейчас это означает, что если не удастся выбраться Чигура, то он будет постоянно висеть на волоске. Еще хороший вопрос. Хватит ли сил Довлатова довести до досрочной победы? Ты знаешь, сейчас он разбивает уже вот в этой вязкой борьбе, как удав. Да, используя свою массу, используя свою вот эту волоукость. Сейчас очень сложно Чигуру действовать все так же рационально и четко. Не получается разомкнуть. Вот может быть. Используясь этого. Но нет. Нет. Удары справа. Слева летят. Чигур здесь уже пропускает. И в любой момент, в любой момент может поймать Иван Ичигуру Довлатов на удушающий. Ловит каждый раз буквально, знаете, на финишной прямой вот этот вот заправленный. Локоть, но нет, нет. Сейчас пытается сбрыкнуть. Нет. Как будто бы заправил руку, но нет замка. Нет еще замка плотного. Ну, ты знаешь, вопрос времени. Именно вот в такой ситуации. Тогда можно так разбивать. И Чигуру уже ничего не остается, как пассивную защиту просто демонстрировать. А это окончание поединка. Но верят, верят, верят еще Протасов Максим. Все. К этому все шло. Точнее Губин Олег. Честь и хвала Чигуру, который дрался, который просто львиное сердце. Но против Лома, а точнее против Ману Чехра Довлатова нет приема. По крайней мере, сегодня. Браво! Поздравляем его. Классная победа Довлатова. Но и не менее впечатляющее выступление от Ивана Чигура, который дебютировал сегодня. Его стоит поздравить с этим событием, пожелать удачи и здоровья. Конечно же, надеемся, что обошлось без травм. Как ты думаешь, главный тренер, который на сборах в Индии, доволен вот этим поединком Довлатова? Я не знаю, честно, Руслан. Не знаю. Думаю, что скорее да, чем нет. Потому что нужно учитывать разные, конечно, аспекты. Но как минимум результат положительный это однозначно. Да. Безусловно, это не может не радовать. Так, ждем объявления победителя. Дамы и господа, время остановки боя 3 минуты 30 секунд второго раунда. Техническим нокаутом добивания победа одержала. И остается нестающим поражением Ману Чехар Довлатов в Каджикистан. Ману Чехар Довлатов остается непобедимым и продолжает свою победную серию. Ману Чехар Довлатов